всем доброго дня наш прямой эфир сегодня посвящен новинки это гелевые типсы форме арочный квадрат такое вот моделирование мы сегодня с вами будем выполнять при помощи гелевых здесь у нас представлены разные размеры от самых маленьких до достаточно широких типсы имеет хороший арочный изгиб хорошо амортизирует сочетают себе и амортизирующие свойства и достаточную жесткость для качественного моделирования для арочного квадрата арка не разжимается это классная альтернатива для мастеров которые по каким-то причинам пока не умеют моделировать арочные ногти так мы проводили только что эфир в инстаграм сделали вот такой ноготок видите он чистый квадрат хороший зауженный сейчас сделаю второй ноготок сразу покажу как работать предупреждаю вопросы о том как работать как его опиливать материал достаточно хорошо пилится удобно комфортно работаем мы фрезой твердосплавный убираем чрезмерную длину можно твердосплавом работать я всегда это делаю от начинать свободного края и просто понижаю длину можно работать гвоздиком сразу срезать по длине и и такой такой вариант возможен мелкая пыль как при работе с гелевым материалом и при этом небольшая такая стружка цельная на не кусками в лицо на не отлицает и физики такие цельные длинные стружечки сразу ложатся на стол длину убираем снимаем материал по поверхности и дальше с вами будем моделировать так прохожусь по поверхности убираю цвет убираю толщину мастера которые работают очень давно наверное знакомы технологией моделирование на фиксах только раньше мы применяли для прикрепления клеевые системы засти фиксировался на клей это было достаточно неудобно потому что со временем любая клеевая основа она растворяется в воде ногти эти ломались не были не сильно долговечными сейчас мы работаем по совершенствованной технологии фикс фиксируем при помощи гель-лаковых систем можно использовать базы разной вязкости выбирать лучше конечно погуще пользоваться либо базой медиум либо базой макси для фиксации фиксов зоне свободного края архитектуры по поверхности мы будем выстраивать твердыми гелевыми системами это полноценное моделирование разница только в том что вы скажем так пропускаете этап постановки формы одноразовые не всем мастером и все мастера любят не все мастера умеют ставить форму бумажные на именно арки на квадраты бумажными формами нужно иметь определенный навык отработанный натренированный для того чтобы сформировать одинаковые изгибы на всех ноготках сформировать чистые одинаковые арки здесь конечно работа значительно упрощается и просто вас гарантия того что вас хочется хорошая чистая одинаковая арка на всех пальчиках дорабатываю по поверхности и в зоне свободного края пилочкой здесь видите ноготок чуть-чуть отрос уже свободный край край вышел за подушечку пальца я убираю эту длину и опиливаю по линии гипонихия скругляю скругляют так как контактная зона типса у нас овальная для того чтобы облегчить себе вот этот контакт чтобы он был качественный полноценный свободный край делаю овальным по поверхности по толщине дорабатываю излишки материала убираю предыдущего сохранила здесь немножко толщина и и убираем далее мы достаточно быстро одной фрезой буквально пройдем в зоне кутикулы доработаем остатки цвета уберем и подготовим ноготок так со свободным краем готова далее при помощи фрезы каплевидной с ломазным напылением я дорабатываю по маникюру сейчас делаем просто чтобы у нас визуально был хороший чистый вид немножечко зашлифую по заднему валику и уберем сухость боковым валиком тоже немножко подшлифуем с одной стороны проработали разворачиваем прорабатываем с другой стороны до ногтя дотрагиваясь там где есть остатки цвета и там где я чувствую что есть остатки материала работаем без смены реверса что тоже время работы наша ускоряет так быстренько проработали далее следующим этапом мы подбираем типс по размеру по ширине ногтевого ложа конечно когда вам моделируется полностью полноценное моделирование да не как мы на одном пальчике можно сразу по размеру подобрать подготовить выполнить маникюр подобрать их все по размеру чтобы процесс дальше пошел быстрее убираем излишки опила конечно это скажем так процедура невозможно сказать что она прям сто процентов универсальная что подойдет на все всем клиентам абсолютно всем руки но это такая очень хорошая альтернатива такому классическому арочному моделированию так обезжириваю запасе форм достаточно много хватит и потренироваться на первое время и уже полноценно работать с клиентами в упаковке их 120 штук так обезжирили далее я наношу nail prep на поверхность я считаю что купить нужно в первую очередь чтобы хотя бы себе сделать арочные самой себе арочные ногти сделать это нужно быть ну наверное очень большим виртуозом иметь огромную практику моделирования именно арочных ногтей чтобы еще на себе одной рукой поставить арочные формы одинаково их зажать поэтому для мастеров само себе делать вообще просто элементарно и очень быстро и самое главное что получится супер вообще четко и супер ровно следующим этапом я нанесла ультрабонд далее наношу бейс гель из гель лаковой системы тоненьким слоем протягиваю по всей поверхности подсушиваю и далее подберем размер на указательную семерку ставили так это у нас пятерочка сейчас попробуем то что сядет смотрите подбирайте чтобы у вас все таки максимально подходил по размеру тип сильно меньше не берите чтобы вот здесь в контактной зоне он вот так не скажем так не расклячивался да чтобы у вас бочечка потом не получилось поэтому нужно четко подбирать вот по размеру вот шикарно да у нас пятерку и смотрите на боковые параллели достаточно или нет так давай еще один померяем может все таки чуть чуть пошире возьмем ну вот с запасом на пил чтобы можно было почистить боковые параллели но все таки четверку да мастера прокомментируем вот я сверху стык стык выкладываю контактной зоне но в принципе стык стык садится хорошо так свободный край я сделала овальным так как контактная зона вот этот порожек он у меня тоже имеет форму овальную чтобы максимально четко было прилегание к свободному краю для того чтобы зафиксировать типс я использую базу медиум можно использовать базу максим очень много мы работали с этим продуктом вообще просто перепробовали все лучше всего стоит на гель лаковой системе медиум либо максим всегда себе делаю арки на нижних формах ну супер просто супер мастер но к сожалению не все ну может и не к сожалению не все могут себе позволить и времени это очень много занимает меня прям начинает подбешивать когда делаешь себе маникюр это кажется так долго просто столько времени для этого нужно и на самом деле иногда очень хочется сделать классные длинные ногти там на делать кого-то супер дизайна просто элементарно не хватает времени все-таки ногти мастера это витрина для клиентов поэтому это очень хороший вариант на большой длине сделать дизайны и не затратить слишком много на это времени так фиксируем я пока примеряюсь я установила смотрю чтобы у меня ровно села подставляю к свободному краю немножечко надавливаю контролирую чтобы у меня вышла такая волна из базы на ноготок не было пузырей с внутренней стороны поджимаю и немножечко подсушиваем просто для фиксации фонариком ультрафиолетовым полную просушку мы не делаем просто при фиксировали при фиксировали и досушиваем в лампе вот такой наборчик катя уже начала себе делать супер дизайн то то о чем я сейчас говорила когда мастер ну просто нет времени именно тратить на моделирование ну как поделать супер дизайны так мы работаем сейчас с гелевыми типсами арочный квадрат так на имя shop они доступны 810 рублей стоимость что мы сейчас сделали мы при фиксировали типсу зафиксировали подсушили и теперь нам нужно убрать чрезмерную длину сейчас это делаю твердосплавной фрезой повторюсь еще раз очень удобно это делать гвоздиком фрезой просто брать и отрезать излишки можно сразу от центра не разогналась я на длину не сильно коротко берем и отрезаем вот раз и все излишки убрали коротко фигану а нет нормально как раз так дальше просто я на черновую подбираю вот эту неровность после работы с фрезой то что завернулось с внутренней стороны и смотрите обращаю ваше внимание на то что у нас маникюр частично с прозрачным свободным краем с прозрачным свободным краем и перед тем как обезжиривать поверхность все таки материал этот реагирует на обезжириватель обезжириватель для того чтобы с внутренней стороны он не замутнился мы перекроем типс с внутренней стороны ультрашайном скажи что они есть на есть на эми шоп где вчера смотрели где нет наличия на эми шоп есть наличие эти гелевые типсы дистрибьюторов может не у всех есть да но на эми шоп они доступны они есть наличие стоимость 810 рублей тоненько перекрывал ультрашайном без каких-то излишек толщины быстро и подсушиваем далее мы зашлифуем выровняем контактную зону при помощи пилочки там где у нас база вышла волной из-под формы тоже когда постоянно будете работать можно уже более тщательно рассчитывать количество нанесения материала но этот неизбежен этот процесс все равно какая-то часть будет выходить потому что типс нужно сажать качественно для хорошей фиксации зачищаю контактную зону буквально быстренько контролирую что там вопрос новая коллекция новая коллекция гель-лаков осенняя выйдет после 10 после 10 сентября так бока бока тоже вот здесь подчищаю потому что дальше я буду моделировать и мне вот любые элементы торчащую сторону они конечно будут затруднять этот процесс особенно в зоне вростов выравниваем поверхность и уже дальше при помощи шлифовщика не обязательно пилочкой работать при помощи шлифовщика просто поверхность делаем матовой здесь у нас принцип прикрепления либо на матовую поверхность опиленную либо на дисперсию прикрепляется следующий слой в данном случае типс обязательно нужно зашлифовать зашлифовать по поверхности чтобы моделирующий гель скульптурный гель у вас сверху хорошо хорошо прикрепился так теперь я могу спокойно обезжиривать поверхность с внутренней стороны мы прошли ультрашайном прозрачность у нас сохранится обезжириваю по поверхности спокойно для моделирования мы будем для моделирования мы в дальнейшем будем использовать монофаз на вопрос по различию гелей я вам отвечу когда буду просушку выполнять у меня будет на это время обязательно вам отвечу так где гель монофаз скульптурный прозрачный жесткий достаточно гель но при этом имеющий такую некоторую амортизацию хорошо хорошо стоит в зоне кутикула в зоне свободного края набираю небольшую капельку на кисточку выгружаю ее в центре и начинаю распределять сейчас тыкну сразу и начинаю распределять в зоне кутикулы так наполнять боковые поверхности то есть мы выполняем сверху полноценное моделирование с выстраиванием точки апекса с выстраиванием продольного изгиба мы хорошо наполняем стрессовую зону боковые поверхности то есть все параметры классического моделирования они у нас сохраняются типс позволяет нам выстроить хорошую арку в зоне свободного края даже в том случае когда вы убираете длину все арочки будут одинаковые но по поверхности нужно обязательно полноценно моделировать выравниваю поверхность сейчас посмотрим возможно сделаем это с двух капель перевернемся центруем также при взгляде сверху можно наполненность по бокам проконтролировать сейчас подсушим и со второй капли дополним длина большая поэтому обращайте внимание обязательно если вы оставляете полностью всю длину располагаете точку апекса ближе уже к линии гипонихия все все архитектурные параметры сохраняем сушим так пока гель сушится отвечаю на вопросы чем натурал композит отличается от геля желе что лучше для запечатывания эти два геля отличаются цветным пигментом они разные по цвету натурал композит но натурал композит он подходит по цвету натурального ногтя желе розовый для выкладных френчей натурал композит наверное будет чуть-чуть все таки я бы даже не сказала что он прям жесткий он не так не так амортизирует не так гнется в сравнении с желе чем лучше можно работать и тем и тем если под классическую гелевую систему я использую натурал композит если вы выполните коррекцию под цветное покрытие если вы работаете с какими-то камуфляжами и цветное покрытие потом не выполняете например с базами теми же самыми там и даже с гель-лаковыми базами можно сочетать желе будет лучше подходить под цвет камуфляжа и светить свободный край не будет то есть можно и так и так работать вот вопрос как раз на возрастных ручках ничего не держится что посоветуете сейчас какой гель лучше для укрепления натуральных ногтей и ремонта небольшого донаращивания нужно совмещать базу гель-лаковую и акри-гель и что-то из жестких систем сверху когда у клиента не держится нужно методом проб да может где-то будет стоять та же самая файбербаза то есть она достаточно жесткая но при этом гель-лаковая да ее тоже можно с запечаткой использовать еще у нас в линейке есть гель скульптурный он называется easy one он самый гибкий и он очень хорошо стоит на влажных ногтях на ногтях у которых систематические отслойки ничего не держится можете тоже его попробовать взять за основу либо перевести клиента на гель-лак только с запечаткой по технологии моделирования либо гель-лак на ложе а свободный край акри-гель тоже классно тоже можно да такой вариант использовать так ну смотрите я немножечко дострою по поверхности буквально тонким слоем протяну вообще в зоне кутикулы особо нет необходимости сейчас просто тоненько пройду по мне так не достает именно толщине по бокам конечно мы будем опиливать небольшой запас на опил нам все-таки понадобится поэтому вот именно здесь здесь под кисти у меня выходит материал именно здесь мне его не достает можно немножко еще в апексе добавить протянем по поверхности и уже досушим так пока буду досушивать можете еще позадавать вопросы как раз будет время параллельно на них ответить сушим так 70 лет акригель только держится каждому нужно подбирать индивидуально конечно скажем так по показаниям и тут только методом проб если бы была универсальная какая-то одна баночка могли бы всем клиентам делать может быть это было бы хорошо но к сожалению все таки и возрастные какие-то моменты и сухость ногтевой пластины у кого-то влажность ногтевой пластины это играет такую большую роль для выбора материала если ногти влажные лучше все таки какие-то гель-лаковые системы но вы понимаете что например большая нагрузка у клиента тогда гель-лаку добавьте например акригель посочетайте там зоны кутикулы пройдите гель-лаком а в качестве подложки акригель использовать то есть можно материалы сочетать и использовать их скажем так в разном сочетании для разных клиентов так да у кого-то файбербаза про файбербазу тоже очень много было эфиров я очень много про нее рассказывала что ну в свое время для меня файбербаза была альтернативой некоторых своих клиентов я перевела на файбербазу но только с запечаткой обязательно с запечаткой свободного края по классической технологии тех у кого были отслойки со стороны кутикулы файбербаза классно держалась так мы обезжириваем ногтевую пластину удлинение выполнили при помощи гелевых гелевых типс арочный квадрат чуть-чуть убрали длину и поверхность по поверхности архитектуру выстроили при помощи монофаз геля обязательно обращаем внимание на архитектуру здесь у нас достаточно большая длина типс короткоконтактной зоны фиксируется он стык в стык свободному краю поэтому этап выстраивания полноценной архитектуры и опила никто не отменял обезжирила смотрю в торец здесь я начинаю опил с зоны свободного края опиливаю поверхность свободного края не забывайте что все-таки это арка это квадрат то есть здесь у нас должен быть очень чистый опил такая некая трубочка в зоне свободного края у нас образовалась при помощи постановки типса сразу у нас есть основа хорошая ровная четкая не пережатая боковые параллели вот если мы перевернем с внутренней стороны посмотрим то есть самый большой кайф от того что вы понимаете у вас идеальные ровные боковые параллели абсолютно исключен этап того что бумажную форму мы можем просто скажем так в попытке сделать более узким ноготь зажать его сильнее бумажную форму легко просто взять и пережать и сразу архитектура ну вообще все насмарку портится здесь этот вариант абсолютно из плечо то есть такая супер супер классная подложка я бы назвала это таким салонным арочным моделированием все таки да это не конкурс на арка в итоге да если мы посмотрим хорошая арка полноценная да возможно они не в таком изгибе не в конкурсном не чистые 50 процентов от окружности но 45 там 100 процентов есть так их только на квадрат смотрите мы сейчас выпустили у нас две новинки типсы гелевый арочный квадрат они с короткой контактной зоны это то что мы с вами делаем сейчас с полноценным моделированием архитектуры по поверхности и также у нас представлена новинка типсы гелевые стилет здесь зона контактная не короткая это полноценные ногти и здесь разница в том что вот они как раз таки не требуют моделирования по поверхности выстраивания архитектуры они фиксируются и у вас уже фактически готовые ногти ну мы будем обязательно еще проводить по ним эфиры то есть тут обязательно не путайте есть разница это у вас фактически готовый полноценный вариант в форме стилет можно убрать длину спокойно перепилить на овал даже можно убрать длину и на квадрат перепилить а это арочные типсы то есть тут абсолютно две разные технологии а здесь арочные типсы которые мы используем только для формирования арки в зоне свободного края но при выстраивании полноценной архитектуры на поверхности это то что мы с вами делаем сейчас я опиливаю продолжаю опил по поверхностям в зоне свободного края он не требует у нас также каких-то супер битанических усилий форма потому что мы знаем что у нас идеально чисто стоит форма здесь я только дорабатываю выравниваю не забываем про стрессовую зону не забываем про формирование точки апекса то есть все параметры классического моделирования они обязательно здесь должны сохраняться за счет такой вот постановки уже готовые фактически формы мы экономим во-первых время очень удобно формировать мастеру самому себе большую длину выполнять дизайны для того чтобы у ваших клиентов перед глазами был наглядный пример различных дизайнов потому что выбрать время самой себе особенно левой рукой если вы правша да или наоборот сделать моделирование полноценное качественное арочное красивое еще чистое его пилить но это просто нужно быть виртуозом скажем так в своем деле и потратить на это достаточно много времени так вот эти типсы да их на квадрат ну по большому счету мы не можем перепилить их на что-то другое да тут уже не получится если вы хотите чтобы у вас был миндаль или был оваль то овал то тогда уже можно использовать вот этот вариант гелевые типсы в форме стилета так Юль почитай вопросы сейчас зафиксирую я зашлифую и еще когда будем сушить я на эти формы можно пилить в разном направлении что значит в разном не поймем что вы имеете в виду что значит в разном направлении можно сделать короткий квадрат да то есть здесь именно с арками с арочным квадратом мы можем регулировать длину оставлять на полную длину делать делать более короткими либо совсем короткие сделать на самом деле вот совсем короткие вообще квадрат это самая сложная форма сложно смоделировать хороший зауженный правильный квадрат здесь у вас уже такой скажем шаблон у вас есть основа четкая идеальная ровная это конечно большое преимущество в этой технологии мы не используем никаких никакого клея никакой клеевой основы фиксируем всю нашу форму мы фиксируем на гель-лаковой системе используем при этом базу либо медиум либо максим обезжириваю чтобы типс не замутнялся с внутренней стороны я предварительно нанесла ультра шайн топ если вы хотите чтобы у вас в дальнейшем вашем дизайне в дальнейшем вашем маникюре часть свободного края была витражная прозрачная кстати нужно что-нибудь витражное поделать попробовать прикольно причем мне кажется что можно сделать знаешь как бомбически с внутренней стороны витража добавить с внутренней стороны ой все я придумала так следующий эфир будем проводить по витражам с арочным квадратом с типсом просто все я уже себя увидела что я хочу сделать так ну про софт нют сейчас вопрос каким ногтям он больше подходит во флаконе смотрите софт нют во флаконе отличается только вязкостью от нюда в баночке то есть по сути это просто для удобства работы мастера по свойствам это абсолютно одинаковые гели если у вас коррекция например небольшая длина очень удобно им работать скажем так во флаконе просто удобство работы мастера и такой ход знаете для клиентов которые не любят наращивание как будто да чтоб не задавали клиенты вопросы ой я не хочу гелем я не хочу наращивать ну то есть это больше ход знаете для все таки для клиентов да у меня есть просто супер твердая гель лаковая база ну вот вот в таком варианте а так по скажем так свойствам своим нют в банке и во флаконе друг от друга не отличается ну что к цвету приступаем что-то не 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 все таки ага да на предыдущем эфире мы этот взяли очень любимый многие многим 296 цвет а сейчас мы будем использовать цвет из капсулы номер 3 реформация да номер 3 реформация сколько сейчас капсула тысяча восемьдесят восемь рублей акция да сейчас на эту капсулу акция тысяча восемьдесят восемь рублей так покрываю в хаотичном порядке не вырисовываю сейчас ложе так юль да в другую сторону сделаем подталкиваю немножечко к кутикуле мы с вами не старались сильно с маникюром буквально одной фрезой пришли я просто перекрою сейчас линию гипонихия чтобы она у нас не подсвечивалась и вот так по косой на одну сторону сделаю прорисовку а дальше мы уже с вами доработаем с декорациями ну-ка разверни при помощи линеарной кисточки можно пройти по бокам в любом случае цвет мы будем покрывать в два слоя выравниваем границу также вот здесь перекрываю в рост ногтевой подталкиваю и сейчас отправим сушить пока будет сушиться по отвечаем на вопросы если они там еще накопились сушим очень красивый такой глубокий цвет сейчас восемь мне кажется вообще очень хорошо он клиентам зайдет так сейчас у нас капсула все-таки не могу понять что значит пилить в разном направлении хочется на этот вопрос ответить что так и в капсуле смотрите к нему в пару вот такой цвет с легким с легким шиммером классический кать классический ты считаешь это классический красный не получается у меня приблизить почему-то фокус навести универсальный цвет я бы сказала так что у нас просыхает во второй слой перекроем так я пролистала в комментарии так подвожу по границе произвольную волну повторяю которую я выполнила все у меня теперь мысль в голове по поводу девочки пишут видимо пилкой туда-сюда движение движение туда-сюда но конечно мы в два направления никогда не пилим может быть вы это имеете ввиду что установили пилочку сделали движение там вернулись и опять мы пилкой всегда движение это должны быть эффективные чушь холостую туда-сюда возвращаться работаем всей плоскостью всей плоскостью пилочки не маленьким кусочком а всей плоскостью установили прошли в одном направлении и вернулись не в холостую а поработали абразивом в противоположном направлении и конечно получается тогда у вас движение туда-сюда по поверхности левой рукой если вы правша вы просто фиксируете пальчик клиента и как бы подставляете его под пилочку такая работа пилка гораздо эффективнее чем пилить в одну сторону на самом деле очень часто мастера приходят на курсы и пилят то есть в одну сторону пильнуло а назад по воздуху вот так пильнуло мы пилим всей плоскостью туда-сюда потому что абсолютно во всех наших технологиях и абсолютно во всем что мы придумываем что мы берем к себе в работу мы стараемся рабочий процесс оптимизировать сделать его максимально максимально быстрым максимально эффективным чтобы лишних движений никаких не было вот точно так же и с гелевыми типсами мы постарались сделать так арочное моделирование у вас было максимально быстрым без каких-либо лишних движений если вы по каким-то причинам не владеете техникой арочного моделирования на нижних формах это такой достаточно трудоемкий процесс его нужно напилить нужно натренировать руку не у всех мастеров есть временная даже такая возможность выделить время очень часто приходят люди на курс после того как они там 25 лет отработали боже мой я так хотела но я все время пилила не поднимая голову мне просто было некогда выделить время на то чтобы попилить хорошие красивые арки а клиенты хотят вот здесь у вас есть возможность немножечко облегчить себе эту задачу это не значит то что не нужно учиться развиваться или там проходить повышение но это как возможность это как возможность прикоснуться к прекрасному вот так да красивым аркам красивой четкой форме к хорошей длине на которой можно разгуляться и выполнить дизайн запросы запрос идет конечно особенно да даже не у молодых девчонок все равно длина длина она уже давно давно вернулась не не все мастера умеют пилить наращивать моделировать хорошие качественные такие архитектуры именно на длинных ногтях на большой длине в большей степени еще запрос был у нас на москву на питер на большие города владельцев салонов красоты кто-то пишет когда в салоне мастера работают на большом потоке и представляете когда большие сетевые салоны очень много мастеров владельцам достаточно сложно обучать быстро быстро качественно обучать мастеров такому моделированию такие большие вложения поэтому есть запрос на более простой вариант хорошего качественного моделирования но на более простой добавить что я перекрыла топ слайдером сейчас мы с вами выполним дизайн и использовать будем новые наши декорации это нейлдрессы номер 96 тату мотивы номер 99 золотой орнамент вот мы будем сейчас их использовать для дальнейшего нашего дизайна так и шармиконы тоже номера я выложу когда буду выкладывать скажу так вот этой части мало будет новенькое что-нибудь возьмем тоже не против при коррекции нужно оголять ноготь чтобы новый тип сделать или можно на остаток бывшего материала конечно на остаток не нужно оголять ноготь нужно спиливать просто пришел клиент на коррекцию вы чрезмерную длину убрали и делайте коррекцию как на обычных на обычных ногтях на обычных гелевых ногтях здесь по коррекции разницы нет никакой абсолютно у вас все будет то же самое так я пока все подряд беру вырезаю так такие декорации ты мне девочку хотела давай тебе здесь делаем подготавливаем и разбавим шармиконами еще сверху размачиваю размачиваю шинел дрессы готовы сейчас буквально полминутки подождем когда у нас подложка станет более мягкая и с нее будет удобно сдвигать теперь я чувствую что эти легко двигается фиксирую просто и потихоньку выдвигаю над ногтевой пластины например в центре распределила и подложку вытаскиваю никогда руками не снимаю потому что может затопорщиться заморщиниться а здесь такой прям супер вообще ровно ложится я себе ноготулю уже состряпала удобно кладь цветочек а я специально это для картинки сделала прикольно и грибы так так взяла сняла поторопилась и сняла так над ногтем да не хочу все вот так сейчас добавим звездами девочку поправлю так все подсушиваем буквально там пять десять секунд подсушили сверху уже дополним шермиконами так обязательно излишки с торцов убираем по бокам там где у вас завернулось полностью убираем чтобы ничего лишнего торцы чистые остаются так сверху обязательно проходим ультрабандом без лишних движений в один тонкий слой пришли далее покрываем слайдер топ брошки брошки какие брошки ждут брошки как пишут я с габриэль я обещала что мы что-нибудь похожее обязательно может в середине осени выпустим у них брошки очень быстро закончились да классно габриэль бокс габриэль кто еще не приобретал на ими шоп еще есть тоненько-тоненько стягиваю излишки прохожу слайдер топом по поверхности мне кажется до крошечки тут попали ну в общем не для перфекционистов подсушиваем и возьмем юра ну скажи мне номера номер 217 звездная пыль 218 звездопад на такие шермиконы это 218 это 217 218 верхний и 217 нижний классное сочетание во-первых здесь у нас такое достаточно большое разнообразие они сочетают в себе и элементы черные и белые золото бронза серебро ну то есть прям вообще на любой вкус и цвет очень классные маленькие шрифты и прописные и печатные такие очень аккуратные любой дизайн дополнят сделать его более гармоничным так когда ждать новую капсулу новый бокс новый бокс да ну наверное не раньше чем конец сентября начало октября конец сентября начало октября не раньше ждать новый бокс новая коллекция осень зима у нас выходит с 10 сентября да в продаже она будет доступна где-то после 10 сентября все очень классные цвета топ слайдер я обезжирила чтобы на глянцев на глянцевую поверхность зафиксировать шармикона так плохо верен как вот в этот изгиб хочу добавить надпись чтоб она сочеталась с белыми цветочками так обязательно разбавим это звездами очень классно то что прям удачный такой очень жмек он здесь представлены разные размеры звездочек больших до самых маленьких они в разных цветах то есть тут у нас и золото и серебро и бронза черные белые и такая россыпь разных размеров думаю что он такой будет максимально максимально полезный сверху перекрываем туптеклосом создает сюда золотую еще добавим золотую маленькую добавим и будем уже выполнять финишное покрытие так сегодня мы работали с вами новыми новым продуктом это типсы гелевые форма арочный квадрат универсальный подойдут для мастеров которые никогда не моделировали арочные ногти в принципе либо для мастеров которые любят арочные ногти но тратить много времени нет возможности на такую процедуру и для клиента и сделать на себе это как классная штука я абсолютно уверена что стоит попробовать очень хорошо они фиксируются хорошо стоят фиксируем мы их при помощи гель-лаковые системы гель-лаковых баз это скульпт медиум и макси база как это снимать после носки скульпт это снимать ну смотрите если вы понимаете в чем вот в чем в чем суть если раньше такие такие скажем так пластиковые типсы для удлинения свободного края клеили именно на клей они были недолговечными и ну может тогда была необходимость как-то снимать не ломались сейчас нет тогда отслоившуюся ногой просто внутри зачем снимать ну да ну да уже сделается коррекция коррекция вы выполняете обычную коррекцию приходит к вам клиент с голыми ногтями и такой говорит блин все я хочу себе длинные ногти сделай мне длинные ногти вы понимаете что у вас просто нет пять часов для того чтобы сидеть ставить формы делать выкладку во-первых экономия материала да какая делать выкладку моделировать длинные ногти вы взяли быстренько типсы гелевые приклеили выставили выстроили архитектуру опилили это значительно экономит время в следующий раз клиент к вам приходит убираете длину до тех пор которая нужна клиенту выполняете просто коррекцию какой смысл их просто спиливать ну если уж нужно спиливать снятие выполняем так же как и обычное снятие мы выполняем при помощи фрезы до натурального ногтя допиливаем пилочка для натуральных ногтей юля ты богиня сегодня два эфира огромных в инстаграм и вконтакте тема арочное моделирование при помощи арочных типс ой я же прям я прям придумала я прямо вижу себе все ну вот как мы сегодня в тандеме покрываю вельвет топ финишное покрытие я выполняю всю поверхность и сушим такими новинками мы сегодня с вами поработали катя катя ноготь идет показывать ничего ничего все нормально катя никто не видел класс да красота еще кайф то что заходят на и на валик и на кутиков почему я сейчас еще блин а чуть я не приближаю я не знаю что ты говоришь приблизи не приближаю вот так у меня приближается вы что я у тебя приближаю не приближает катя классно да налепила с таким винегретом я давно не хотела все да в предыдущих эфирах катя выполняли моделирование при помощи гелевых тип стилет делали это вот это уже готовые ногти которые вы не требует моделирование по поверхности вот просто вы их зафиксировали у вас готовые ногти сегодня мы делали гелевые типсы арочный квадрат это готовая форма для свободного края чистая четко арочная требующая моделирование по поверхности так декорации мы использовали новые тоже тату мотивы золотой орнамент вот такой получился у нас ноготок теперь фокус сбивается с хорошим изгибом это не конкурсная арка да нужно понимать что все таки это такой хороший салонный арочный вариант скажем так потому что если говорить о конкурсе там до более изгиб ярко выраженный здесь он чуть чуть меньше но это классные арочные ногти так эфир обязательно сохраним если у вас какие-то остались вопросы пишите в комментарии всем спасибо большое хорошего дня всем до свидания и